здравствуйте марина рамазановна я очень рада видеть вас вновь у нас в гостях и вы всегда приходите к нам с какими-то хорошими новостями всегда рассказывать о своих поездках и вот буквально недавно вы опять таки были в москве как лидер союза женщин нашей республики там было мероприятие тоже организованная союзом женщин россии называлась это мероприятие школа гражданской активности и конечно я хочу узнать у вас подробности что вы там обсуждали кто принимал участие какие были спикеры добрый день было до действительно 28 29 мая в союзе женщин прошла школа гражданской активности называлась она лидерство команда и лучшие практики в год семьи на самом деле было много и вопросов и спикеров принимала участие более 45 представителей регионов но мне наиболее запомнилась елена анатольевна дербилова она председатель регионального отделения уртмуртской республики с докладом практика развития женсоветов в сельской местности и результаты проекта выйти из тени в селах и городах уртмурти в прошлом году стартовал проект выйти из тени и вот этот проект он был направлен на снижение женской безработицы в малых городах и деревнях на сегодняшний день политика нашего государства общественно политический характер носит если граждане не включаются в процесс формирования стратегических действий то сложно надеяться на то что решения принятые без их участия они окажутся взвешенными и смогут принести какие-то результаты ну для того чтобы строить полноценный диалог граждан с государственными институтами прежде всего нужно чтобы участники этого диалога были полноценно проинформированы на сегодняшний день наше государство очень в этом заинтересовано и и в диалоге с нашими гражданами применяются меры очень существенные и сегодня активные граждане они могут участвовать в разных проектах это и грантовая поддержка это и социальное проектирование и в этой школе гражданской активности мы познакомились советником генерального директора фонда президентских грантов владимиром алексеевичем татариновым он выступал с докладом год семьи лучшие практики проектной деятельности некоммерческих организаций россии и честно говоря вот знаете я для себя сделала вывод что сегодня будучи активным гражданином своей страны ты имеешь возможность помочь измениться скажем так в лучшую сторону изменить свой регион в лучшую сторону если у тебя есть желание наше государство в этом активно помогает и очень содействует знаете было я ранее на нашей встрече говорила что мы создали организацию некоммерческую она называется горянка сегодня как юридическое лицо она некоммерческая организация уже существует вот и мы надеемся что вот моя такая вот практика и мое участие в школе гражданской активности встреча с такими именитыми людьми все-таки окажут какое-то положительное действие мы сможем помочь нашим активным женщинам действительно выйти из тени то есть есть женщины которые имеют желание но не имеют возможности сделать что-то полезное и вот в таких именно ситуациях наша помощь им будет как как нельзя кстати нам очень подробно объяснили разъяснили как работать как создавать эти проекты как можно принять участие в грантах это достаточно просто я думал это очень сложно на самом деле это очень просто еще раз повторюсь главное иметь желание и знать что ты хочешь вот что что была конкретная цель чем ты хочешь заняться и какой результат этот проект в конечном итоге должен дать вот если есть у нас такие активные женщины с таким желанием мы с удовольствием в этом им поможем марина рамазана по приезду из москвы вы стали участником круглого стола который прошел уже в черкеске тема была межнациональные отношения на территории карачаево-черкесии естественно хотелось бы узнать о цели мероприятия о цели круглого стола какую резолюцию приняли я знаю что вы были активным участником этого круглого стола женсоветом города черкеск карачаево-черкеское региональное отделение союз женщин россии которые возглавляют у нас акбаева заряд рамазановна организован был круглый стол на тему формирование общероссийской идентичности основе межнационального согласия на территории карачаева-черкесской республики на этой площадке состоялся диалог представителей органов законодательной исполнительной власти общественников и средств массовой информации основная цель данного мероприятия это укрепление межнационального мира создание среды для всестороннего развития и воспитание традиционных духовных нравственных отношений между народами в свою очередь чтобы я хотела сказать резолюцию да мы приняли в резолюции 11 пунктов но сейчас перечислять все эти 11 пунктов я не буду со своей стороны как руководитель регионального отделения я предложила вот такой один момент возобновить куначество в нашей республике все-таки мы многонациональная республика каждый район проводит свои мероприятия какие-то да вот я это предложение именно в отношении наших женсоветов наши женсоветы проводят также свои мероприятия и почему бы нам если допустим это проходит к примеру в хабиевском районе почему бы нам на это мероприятие не приехать с представителями женсоветов других районов и чтобы это мероприятие не просто прошло официально такое в официальном формате а чтобы был накрыт стол в традициях именно этого района с блюдами именно представители этой нации и чтобы это стало доброй традицией и вы знаете чтобы это мы как же представители женсовета начали но в свою очередь чтобы это переняли у нас и детские сады и школы чтобы они также ездили друг другу в гости и не только для обмена опытом а для того чтобы укреплять вот эти международные наши отношения все-таки если мы живем в одной республике и будем таким образом взаимодействовать наверное все таки острые углы которые возникают мы с вами сегодня наблюдаем за этим они все таки будут сглаживаться марина рамазанна с кем как не с вами обсудить проблемы женщин проблемы женского движения проблемы женского сообщества тут у меня наверное два вопроса первый вопрос как женщине ну допустим в нашей карачаево черкесии проявить себя высказать свой собственный голос свое собственное мнение и второе насколько женщине руководителю тяжело какие преграды какие препятствия какие проблемы они встречают на своем пути что я могу сказать как раз этот проект который я ранее озвучивала представителей республики вот муртия выйти из тени да вот наверно один из тех моментов как проявить свою голос не каждая женщина хватает смелости это сделать вот допустим на небольшом примере вы помните дам один у гашоковым один их и зировну она очень талантливый человек поэтесса но много лет она была в тени и благодаря вот союзу женщин я не побоюсь этого слова мы пошли ей навстречу мы сделали этот первый шаг и сегодня она довольно узнаваемая личность нашей республики не только и на сегодняшний день у нее очень много планов у нее в планах издать еще один сборник в котором мы тоже примем активно участие но уже как некоммерческая организация горянка то есть в этой некоммерческой организации мы предусмотрели в акведе что мы можем делать проекты и в том числе на издательство книг понимаете вот конечно наша роль заключается в том что вот именно нашего отделения отделения союза женщин чтобы разглядеть этих активных женщин и помочь им выйти из этой тени сделать шаг навстречу многие на это не решаются многих может не хватает каких-то финансовых средств вот еще раз я повторюсь вот но женщины нашей республики они очень активные очень грамотные очень много предпринимателей нашей республики и вот что касается вашего второго вопроса тяжело ли женщине руководителю и если какие-то ограничения я вам скажу наоборот лично у меня вот таких проблем нет есть конечно проблемы с отдельными личностями да а вот по большому счету в общем у меня как у женщин руководителя в отношении с мужчинами в том числе подчиненными проблем нет наоборот ко мне относятся как-то ипотеческие заботятся да как-то вот и может быть с какой в какой-то степени братское какое-то отношение но я стараюсь себя позиционировать не как женщина руководитель которая сказала приказала да и отрезала я тоже стараюсь в отношении со своими подчиненными вести себя как может быть где-то сестра где-то мать и где-то вот по-разному да все таки наверное женщине проще быть руководителя в каком-то в какой-то степени мужчины снисходительно относятся в том числе это касается и мужчин чиновников потому что все таки к женщине относятся более лояльно но сегодня наш руководитель лидер владимир владимирович путин он сам своими указами приказами дал женщине столько вот не то чтобы свободы да столько возможностей себя реализовать в том числе и в политике поэтому сегодня для женщин очень много возможностей даже может быть больше чем для мужчин ну вот женщине гораздо сложнее совмещать работу и семью потому что никто не отменял обязанности матери до матери супруги вот поэтому женщине в этом плане гораздо сложнее и вдвойне сложнее женщине руководителю который ненормированный рабочий день могу сказать о себе но в целом я допустим вышла на работу когда у меня уже дети выросли когда они не столько нуждаются в материнской опеке и внимания да стали уже самостоятельным более-менее и я могу сегодня говорить с уверенностью что как бы да есть сложности но как бы они не критичные но вот для женщин у которых маленькие дети которые еще как бы требуют этого женского внимания им конечно гораздо сложнее вот мне знаете я отойду от тем если можно вы этот вопрос не задавали у меня постоянно терзает такой вопрос мы женщины на кавказе да в приоритете что женщина мать женщина жена женщина там которая работает как относятся мужчины к женщине образованной не образованной и очень много вот в голове этих вопросов я очень люблю наблюдать я очень много наблюдаю за семьями совершенно разных форматов и я для себя сделала вывод конечно в первую очередь приоритете женщина мать женщина которая хранит очаг да заботится о своих детях но бывают самые разные ситуации в жизни вот сейчас мы с вами наблюдаем идет специальная военная операция у многих женщин мужья служат да на благо родины и не дай аллах дай бог что все живые здоровые вернулись но есть случаи когда мужчины мужчины погибают что в таком случае делать женщине которая хотела посвятить себя семье своим детям мужу ей приходится думать уже о том чтобы выйти на работу да а тяжело женщине у которой не было опыта работы она об этом не задумывалась и куда ей идти и сегодня когда вот мне задают вопрос же должна ли женщина работать женщина в принципе не должна работать у нее работы по дому как бы достаточно но жизни бывают самые разные ситуации бывает что муж становится инвалидом бывает что еще какая-то такая вот ситуация которую ты не ожидаешь и как как тебе себя вести если у тебя и дети маленькие и супругу требуется помощь и здесь вот честно на такие вопросы я на сегодняшний день не готова ответить потому что в моей жизни было много разного но я работала но я работала не полный рабочий день у меня был гибкий график да и в тот момент когда потребовалась помощь супругу его семье я ушла с работы я сделал этот выбор осознанно я ушла с работы хотя мой супруг был против этого я его даже не поставила в известность я поняла что для меня в приоритете сегодня благополучие моей семьи и случилось так что все эти вопросы прошли проблемы ушли да вот как бы и опять стал вопрос что надо идти на работу меня даже пригласили на ту работу с которой я уволилась и вы знаете пути господни неисповедимы и сегодня вот так ставить вопрос должна ли женщина работать не должна должна она быть руководителем не должна я на самом деле не могу с точностью вам сказать где она правда я могу только сказать что я человек верующий и я всегда считаю так что все что делается наверное но все как-то видимо предопределено я по себе могу сказать очень многие вещи которые со мной происходили в жизни не были мною запланировали и не я к этому не шла я с такую цель не ставила и то что я стала руководителем абсолютно точно я вам смогу сказать я выросла в семье патриархальной где отец говорил женщина ее место у домашнего очага я в это свято верила и считала что мое место у семейного очага и сегодня вы видите что это совершенно не так спасибо вам что вы открываете таланты и делаете такую большую работу для женского сообщества нашей республики я желаю вам успехов в вашей работе и спасибо что сегодня вы были гости нашей программы